Дорогие зрители, здравствуйте, доброе утро! Ну что ж, сегодня влог, я расскажу о своем дне. В последнее время у меня много вопросов на канале, как я провожу свой день, когда я все успеваю. И сегодня я, наверное, первый раз запишу такое видео, потому что просто сниму кусочки своего дня и потом смонтирую их вместе, прилеплю одно к другому, что называется. Сейчас плюс 13 градусов, но тем не менее я вот так поднарядилась, потому что недавно я выпустила видео, что я подсмотрела в итальянах, чему я научилась. И сегодня мне действительно хочется выглядеть несколько иначе, несмотря на то, что я ребенка привела в сад, я выбрала, скажем так, из всех мини самое не министое мини. И вот таким образом пододелась. Повторюсь, плюс 13 градусов, но достаточно хорошо и терпимо. И я бы сказала, даже не холодно такому человеку, как я, который с утра пьет чай с куркумой, а также с перцем. Я рассказывала, что этот чай очень бодрит и прибавляет прямо-таки жара в теле. Но хочу обратить внимание на гольфы. Именно шерстяные гольфы. У меня они такие плотно шерстяные. Позволят вам не мерзнуть и использовать вот такие луки тогда, когда вы хотите, потому что, ну, действительно, раньше я смотрела на итальянок и думала, ну, боже, как можно вот так ходить в сапогах с голыми коленками. Но действительно можно. Когда действительно ноги в тепле, что называется, то, в общем-то, здесь действительно не холодно. Но, безусловно, берегите себя. Прежде всего, здоровье, а не то, как мы выглядим. Ну, что ж, я на гречневом марафоне, но я добавила, добавила, что это у меня? Ну, это даже не комут и это не овес. В ближайшем видео я расскажу и уточню название того, что я прорастила. Двое суток для того, чтобы появились вот такие черешки. Этим я сейчас позавтракаю, съем все и выпью свой зеленый чай. Время почти 11. Я выехала в Падуе и надеюсь заснять много красиво одетых людей. Сегодня сейчас рестайл должен быть тоже интересен, потому что сегодня прохладно. Сегодня, я показывала, с утра было 13 градусов. Сейчас температура ненамного больше. И я думаю, что я смогу увидеть много красиво одетых людей, но уже более в осенних вариантах, более теплых вариантах. Ну, что ж, посмотрим. Пока еду в машине, сниму защитную пленку со своей сумки. Эта сумка лежала несколько лет у меня. Я ни разу ее не использовала, ни разу ее не носила. И здесь прямо-таки видно защитную пленку. Ее нужно все сейчас снять мне. Кстати, я очень спокойно отношусь к этикеткам. Часто мой муж снимает этикетки с моей одежды, потому что я ленюсь это сделать вовремя. И также с пленкой. Защитная пленка также у меня долго остается. На часах, например, может оставаться. На браслетах. В итоге я сняла себе лак для ногтей. А не пленку. Ладно, сейчас выключу камеру и сделаю сюда по возможности максимально аккуратно. Ну, что ж, приветствую вас снова в Паду. И приветствую вас на стрит-стайле. Хотя, на самом деле, я еще не совсем понимаю, насколько много я смогу заснять классно одетых людей. Я вижу, что многие меня узнают. И многих уже узнаю я. Это действительно люди, которые даже на рынок выходят за продуктами. Хорошо одеты. И, в общем-то, конечно же, за такими людьми я, что называется, и охочусь. Потому что я считаю, что классно одеваться нужно не тогда, когда мы хотим себя украсить и, что называется, на выход. А классно одеваться нужно и можно, если ты хочешь и чувствуешь в этом необходимость, нужно прямо-таки в повседневной жизни. Я вообще считаю, что самую большую ценность составляют, конечно же, моменты нашей повседневной жизни. Поэтому, если мы, женщины, хотим классно выглядеть, классно одеваться, мы должны это делать не на парад, не на выход. Как многие из нас, кстати, приученные женщины с постсоветского пространства, почему-то думают, и я долгое время была тоже одной из таких женщин, которые считали, что да, нужно принарядиться, когда, что называется, другие на тебя посмотрят. Нет, принарядиться нужно прежде всего, когда у тебя классное настроение, и ты хочешь принарядиться. Сегодня достаточно прохладно. Сегодня с утра было 13 градусов. Мне кажется, сейчас температура, ну, какие-нибудь хорошие, 15 градусов, и то слегка-слегка в тени прямо-таки действительно холодно. На солнце, возможно, слегка потеплее. Из того, что я заметила, сегодня очень много итальянок носят, но они всегда традиционно, шарфы либо палантины. Это смотрится очень красиво, если вы умеете носить, доставайте. Если у вас есть шарфы большие, прямо-таки почти квадратные, но тем не менее шарфы в размерах шарфов, могу сказать, что это классный действительно аксессуар, который очень-очень греет, который может смотреться так же, как палантин, как пончо. Как, в общем-то, какая-то очень широкая накидка. Если вы сохранили, что называется, узость тана, то, пожалуйста, с очень узкими брюками, мне, например, в сочетании с балетками либо с макосинами на теплую осень, это очень-очень нравится. Я сама часто так ношу. Меня зрительницы просят отснять, скажем так, итальянок, итальянок размера, итальянок, которые хорошо и много кушают. Я очень постараюсь, но я думаю, что уже все заметили и поняли, несмотря на то, что очень многие недоброжелатели писали, что я снимаю выборочно только тех, кто прямо-таки классно-классно выглядит, я думаю, что уже многие поняли, что итальянская нация – это в целом нация достаточно стройная, что мужчины, что женщины. Поэтому, если смогу, обязательно отсниму. Но могу сказать, что в мой объектив традиционно всегда попадали жители Италии, вне зависимости от возраста, вне зависимости от размера одежды, которую носят, которые просто классно одеты. Италии. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Дорогие зрители, на развале я увидела такие часы. Вряд ли это антиквариат, это так называемый развал старьёвщика. Мне понравились очень эти часы, они понравились также моему мужу. Хочу подойти и спросить, сколько же они стоят. Механизм веки, коллеги гирят, фототопо. Сколько веки? 100 лет. 100 лет. Нет, и не уроки, а фототопо. А, спасибо. И фототопо. И фототопо. Стоит фототопо. Смущает несколько, как бы это сказать, энергетика других людей, которые прежде владели тем более часами. Мне кажется, что украшения, камни и тем более часы, они несут энергетику. И хорошо, если это положительная энергетика, а если не очень. Поэтому вряд ли, вряд ли я стану, наша семья станет обладателями таких красивых часов. Мне понравилось, мне на самом деле понравилось. Ну что ж. История с часами имеет продолжение. Я сказала мужу, ему они очень понравились. Торгуешься за 200, давай купим. Сейчас он посмотрит только с тыльной стороны. Муж делает предложение. 200 евро. И не центом больше. Кстати, по поводу торговаться на рынках. Да, принято торговаться на рынках. И делать это очень хорошо именно под закрытие. 205? 250? 250. Не дают за 200. Да, продавец не хочет расставаться с часами. 250 ставит. 230 наша цена. Давайте посмотрим, чем все это закончится. И да, в Италии очень хорошо покупать со скидками именно под закрытие рынка. Можно торговаться на всем. На овощах, фруктах. Ну что? Нет. Нет? Ну что ж, дорогие зрители, продолжение моего дня. Мы вернулись из Пады, уже стоим на парковке. Своего мужа я уже попросила подняться, чтобы спокойненько записать продолжение своего дня. А записываю в машине, потому что у меня очень сильно болят ноги. Я говорила, что эти сапоги, которые я использую сейчас, они, в общем-то, мне неудобны в подъеме. И я сейчас распакую опять свой пакетик, который стоит здесь, на переднем сидении, который я уже собралась. И скоро-скоро отдам в желтый ящик. Сейчас я оттуда снова достану свои потоптанные, растоптанные макосины, чтобы просто дойти до дома. А сапоги, соответственно, возьму в руки и донесу, потому что невозможно болят ноги. Действительно, ну вот как здесь расхламиться однажды решительно, когда есть настолько удобная обувь, что ты на самом деле все отдашь, чтобы ее носить, еще и носить. Вот так выглядят неразгруженные поверхности, которые мне придется разгрузить, когда я вернусь с Данечкой. Тут моя куртка, джинсовая куртка, в которой я, возможно, поеду. Сумка, очки, пластилин каким-то образом оказался здесь. Документы, непосредственно мой компьютер. Айпад, а также телефон, коробочка, которую я использовала неделю назад для съемки, которую до сих пор не унесу. В общем-то, мне есть чем заняться. Пока я буду ждать сгрузку, выгрузку, точнее, файлов. Не бойся, Данечка, птичка испугалась больше, чем ты. Как она притела? Она упала. Привет! Я тоже так не боюсь. Папуля, как мы будем ее одновременно вылавливать? Мамая, хватит, хватит! Я записываю, ты так вежлива, доброжелательная. Хватит, любимая, хватит! Хватит, любимая! Егорка, можешь включить музыку сверху, а то у меня авторские права будут нарушены, там узнаешь, что у нас поют все песни. Данечка, не надо подниматься, пожалуйста. Мама, мама, не волнуйте. Я на свои головы. Господи, ребята, выйдите в детскую, а? Идите в детскую, ребята. Не, я хочу интересно. Молодцы, вот. Ребята, что случилось? Мтичка просто попала. Сейчас будет, а ты взял. Интересно стать очень. Правда, папа? Да. Ну, птички, наверное, не очень интересно. Да и папе не очень, папе, есть чем заняться. Это тоже, наверное. Но вот, ребята, самое интересное, если она у нас наверх полетит, вот это будет фигакс. Это будет фигакс? Это будет фигакс, Таня. Ребята, ложись. Папуля, можете и перчатки. Увидела? Папа, улыбайся. Молодец, Папуля. Ребята, папа, он спас.